Вес ее самое главное Все у нас 250 кг Крепится быстро? Да Снимается? Да Но она непосредственно только под реагент? Да Под реагент Или под все смеси? Нет, смеси только соль и реагент Только соль и реагент Да и реагент Без песка Да, без песка Впервые на тротуарах округа Специальная установка на базе газели С приводом от электродвигателя Будет обрабатывать пешеходные дорожки Во время гололеда От песка дорожники стараются уходить Делают ставку на соль и реагенты Одинцовская ДРСУ уже заготовила Тысячу тонн материалов К зиме предприятие готово Это вот первый тротуар Он больше тротуарный такой Но тоже мы купили оборудование для погрузки А второй он уже мощный Для него не страшны разницы в температуре Комбинированные дорожные машины Трактора Лаповые погрузчики Средства малой механизации И конечно люди С учетом прошлогоднего опыта Число рабочих решили увеличить В этом году у нас общее количество Дорожных рабочих В среднем примерно на 20% Больше чем в прошлом году Потому что по результату прошлого года Мы сделали соответствующие выводы С обильными снегопадами В этом году опять прогноз у нас Примерно такой же Что возможно обильные снегопады И возможно ранняя зима Поэтому мы к этому готовимся Ямочный ремонт дорог Покраска пешеходных переходов Установка дорожных знаков Все это обязанности Виталия Буденкова Начинал с простого рабочего Сейчас начальник участка Признается Работать стало интереснее Но сложнее Большую помощь оказывают Активные жители Нам легче тем Что жители активно В социальных сетях Выкладывают недовольство Какие-то негативы И мы реагируем не только на то Что вот у нас есть текучие работы А мы видим то Что действительно людей беспокоит И мы на это просто реагируем И делаем так Чтобы этих постов В инстаграмах Я не знаю В одноклассиках было меньше То есть работаете на опережение Ну стараемся так Да, всегда, конечно 17 октября День работников дорожного хозяйства За успешное выполнение Профессиональных обязанностей Виталию Буденкову Как и его коллегам Из других предприятий Вручили благодарственные письма Главы Одинцовского округа Впрочем, расслабиться По праздничному поводу Дорожникам не удастся Уже на следующей неделе Синоптики обещают Первый снег По данным Центра прогнозов Обус Предстоящая зима Будет аномально снежной Из-за таяния полярных шапок Которая в 2021 году Приостановилась Готовы ли Одинцовские дорожники К такому прогнозу Об этом мы сегодня и поговорим Здравствуйте В эфире ОТВ Программа специальное интервью Меня зовут Евгений Августина В нашей студии директор МКУ Упердор Капстрой Сергей Вячеславович Батушенко Здравствуйте Сергей Вячеславович Здравствуйте Евгений Давайте начнем со статистических данных Сколько дорог в Одинцовском округе И какова их общая протяженность Дорог у нас не много не мало 735 штук 627 километров общей протяженностью Как вы Собственно из этих цифр явствует У нас в среднем Каждая дорога Меньше одного километра Но тем не менее Работы дорожников хватает На самом деле Эти обстоятельства Они работу только увеличивают Потому что одно дело Содержать Скажем Магистраль 700 километров Одной дороги А другое дело Когда эти участки дорог Разбросаны по всему округу И чтобы одного участка Другого доехать Требуется там Значительное время А как в принципе Дороги к зиме готовят Вот что это за процедура такая Ну специальной какой-то Подготовки не предусмотрено Кроме того что обследуются Значит Искусственные сооружения Водопропускные трубы Ну а также у нас В Звенигороде И в Одинцово Еще значит Специальным составом Были промыты Дорожные покрытия А сколько дорожных организаций В Одинцовском округе Которые будут следить За порядком на дорогах И где какой подрядчик Будет работать Ну в общей сложности У нас сейчас Шесть подрядных организаций Самые крупные из них И с точки зрения Собственной организации И объемов работы Это у нас понятно Одинцовское ДРСУ Также ИД-инженеринг И спецстрой Ну у нас всего 16 Будем так говорить Территорий Там бывшие Разных поселений Там и так далее Ну сейчас территорию Будем так называть Значит Ну самое главное Это у нас В Одинцово Сейчас у нас содержит Одинцовское ДРСУ И второе у нас Крупное такое Это Звенигород Содержит ИД-инженеринг Ну остальные там Они там делятся В общем-то По-разному Ну синоптики Мне кажется Для дорожников Прогноз сделали Не очень обнадеживающе Говорят Зима будет аномально снежной К такому прогнозу Готовы? Ну Что касается синоптиков У меня Особое мнение существует Потому что Я вот сколько Не смотрел Не мониторил Так сказать Долгосрочные прогнозы Еще ни разу не оправдывались Ни в прошлом Ни в позапрошлом году И Иногда на неделю вперед Это не очень получается И на неделю вперед Точно не получается Это хорошо Если на три дня Вперед Обоснованный прогноз Случился Это уже За счастье Ну Нам в принципе Хватает за сутки За двое Чтобы подготовиться Если какой-то снегопад идет Или что-то Какие-то серьезные Неприятности Ну а мы в любом случае Готовимся Какие бы ни были Прогнозы Синоптиков Мы готовимся Мы смотрим Изучаем свой же опыт Который мы приобрели За это время Смотрим как было Что надо улучшить Где Надо усилить Что-то И так далее И собственно Конечно готовы Мы Провели обследование Все Значит базы На которых базируется У нас подрядчик Проинспектировали Всю технику Которая готовится К зимнему К зимнему Содержанию Ну и также проверили Запас противоглоледных Реагентов Значит Ну в настоящее время Готовность у нас Обеспечена Ну и в принципе Прошлая зима Тоже была достаточно Снежная Уже Можно было пройти Экзамен смело Да Ну на самом деле Это не первая Снежная зима Значит Если не ошибаюсь По-моему в 2018 году У нас было примерно То же самое Там вот Аномальные такие Осадки И вопрос даже Наверное не В количестве Общих осадков А в единицу времени За которое он выпадает Да Ну как и дожди У нас Если дождик моросит К примеру Там месяц Ну вроде моросит И моросит А если этот объем Осадков выпадет За один день То ситуация Кардинально меняется Так же и со снегом Значит Ну Хотя Надо отметить Что скажем В позапрошлом году Ну в сезоне Будем так говорить Вот мы увидели Порядка 90 тысяч Кубометров снега А вот Минувший сезон Уже Значит 110 тысяч Кубометров Ну это тоже Понятно Потому что Когда снег Выпадает Ну в обычных Будем так говорить Количествах Естественным путем Он при обработке Противогололедным материалом И так далее Он что-то тает Что-то уходит И так далее Значит Когда он выпадает В больших объемах То естественно Такого таяния не происходит Его приходится сгребать Ввозить И так далее Поэтому В общем-то Обосновано Что количество снега Увеличивается Под вывоз Будем так говорить Ну предназначение Что все-таки В этом году Все будет равномерно Выпадать И даст вам время Нам бы это Очень хотелось Да Потому что Понятно Что когда Такие аномальные Ситуации случаются Люди работают На износ Практически С техникой Тоже возникают Проблемы И как Из-за интенсивности Использования И из-за Необходимости Резкого увеличения Количества Этой техники И такая ситуация Естественно Как правило Сопровождается Не только там Локально Что-то у нас Где-то происходит Естественно Это и в Москве И в близлежащих регионах И всем нужна Срочно дополнительная техника И так далее Да И мы сталкивались С такой проблематикой Когда Ну скажем У нас есть Штатное количество Некой техники Которую подрядчики задействуют В обычной своей работе Дополнительно имеется Определенный резерв Но значит В такие аномальные периоды Еще требуется Еще дополнительная техника Которая Значит Нанимается в аренду Где-то на стороне И так далее И вот В эти периоды Эта техника Она Значит Мало того Что стоимость ее аренды Вырастает в разы И Спрос таков Что даже за такие деньги Проблематично ее где-то Нанять И Доходит до того Что значит Ну будем так говорить Перекупают На ходу Что называется Да Особенно Это На нас отражается Значит Тот факт Что рядом Москва Значит Но Москва Как мы знаем Обладает Значит Неспостоимым Материальным Ресурсам И поэтому Допавляет Нам сложности Но Мы с этим справляемся И В общем-то У нас Пока все получается Но тем не менее У нас и у самих Техники достаточно Мы были с вами На съемке в ДРСУ Например Там появилась Машина Со специальным устройством Который будет Реагент разбрасывать По тротуару В Звенигороде Насколько я помню Лаповые погрузчики Докупили Вот расскажите пожалуйста В принципе Какая техника Появилась В автопарках Дорожников Ну Значит Что касается Если Берем Техник Которая не использовалась Скажем На наших дорогах Это вот у нас Два сейчас примера есть Это один пример Это у нас В Звенигороде Там Значит Подрядчик приобрел Сетикеты Такие маленькие Машинки Они универсальный Значит Характер Носят То есть летом Она подметально Уборочная Там Значит Там пылесос Вакуумная Метальная машина Получается А зимой Она Комплектуется Либо щеткой Либо отвалом И кроме этого Значит Способна Распределять Реагент Или соль Ну Противоголедный Материал Значит Одновременно То есть И сгребает Метет И еще Значит Сыпет Будем так говорить Ну Ее Особенность В том Что Она Очень Узкая Малогабаритная И ее Можно Значит Использовать На каких-то Нешироких Тротуарах И в Дарсу Если мы говорим Про новую технику Значит На базе Газели Была приобретена Установка Для распределения Противоголедного Материала Американского Правда Производства Значит С электроприводом Это Значит Именно для того Чтобы Обрабатывать Тротуары Воденцово Воденцово Тротуары Достаточно Широкие Поэтому Можно на них Проехать На газели Скажем В отличие от Зенеграда Потому что В Зенеграде Очень много Тротуаров Узких И обычная Техника Там неспособна И Поэтому Приходится Задействовать Много ручного Труда Что Малопроизводительно И Затратно Потому что Ручной труд Он конечно Дороже Механизированного Вот И В связи с этим В том числе У нас количество Дорожных рабочих Которых Будет задействовано В этом сезоне Примерно На 20% Увеличено Если в прошлом году У нас Порядка 100-120 человек На постоянной основе Было задействовано В уборке То в этом году Это количество Будет доведено До 150 Примерно Человек Ну не только Узкие дорожки Мешают уборке Снега Но еще и Припаркованные Автомобили Вот как С этой проблемой Боретесь Это уже Наверное Посложнее Да Либо Запрет Парковки Или остановки В принципе Как у нас В некоторых местах Это сделано Либо Запрет Парковки По отчетным И нечетным Числам В зависимости От соответствующей Сороны Улицы Вот у нас На молодежной Как между собой Мы называем Улицы правосудия Из-за того Что у нас Прокуратура Располагается Значит Вот там Такое решение Применено На Говру У нас Тоже Чет-ничет Стоит В Звенигороде У нас В этом году Мы на Хабинском шоссе Такое Применили Значит Метод И это На самом деле Довольно Эффективная Вещь В случае Если конечно ГИБДД Отрабатывает Належащим Образом Потому что Понятно Что Значит Если Элемента Такого Принуждения Нет То Автомобилисты Со временем Начинают Немножко Расслабляться Что ли Да И не соблюдать Знаки Соответственно Право-дорожного Движения Пока эвакуатор Не появится Машина Не уедет Иногда То есть Нужен Некий Негативный Пример Если Значит У автомобилиста Появляется Понимание Того Что машины Могут Эвакуировать Даже если Это не каждый День Скажем Происходит Или еще Что-то Но даже Вероятность Этого Высокая Если есть То человек Не будет Туда ставить Машину Если же Элемент Безнаказанности Присутствует То мы Как понимаем Что это Ничего не работает Ну как у нас Как с камерами Контроля скорости Пока значит Их не было Никто не знает Будет там инспектор Не будет Поймает Не поймает И все Значит А сейчас Все знают Наверняка Что если он превысит Скорость Он совершенно точно Получит штраф И все как-то У нас выровнялось Скоростной режим У нас в этом смысле Дисциплина подросла Да Соблюдается Практически неукоснительно Особенно в тех местах Этих камер Там достаточное количество Здесь аналогичная ситуация Ну это Одна часть Да Ну и вторая часть У нас Значит В контрактах На съезжание Автомобильных дорог Такой есть вид работ Мы Переставляем автомобили То есть Приезжает эвакуатор Но он не эвакуирует А просто Фактически Поднимает автомобиль Под ним вручную Убирается Значит Снег Автомобиль ставится обратно Следующий И так далее Ну Это конечно Малоэффективный труд Понятно Большие затраты по времени Да Очень долго это все происходит И Тратятся на это Деньги Понятное дело Ну и Ну а что сделаешь Да Другого у нас Варианта нет Например Если это Значит Парковочная какая-то зона Уличной дорожной сети И так далее То есть Там же Нельзя же запретить Людям ставить машины В принципе Хотя Значит И Пытаемся взаимодействовать Объявления появляются В дворах Да Значит Ну дворами мы не занимаемся Но на дорогах Примерно то же самое Потому что Понятно Что это же не центр Москвы Где там Постоянно эмиграция Непонятно кто А тут в общем-то Люди стоят Примерно Те же самые Живущие там В окрестных там Домах И так далее Поэтому Расклеиваются Ну не расклеиваются Раскладываются Можно так говорить На машины Объявления Предупреждаются Что там В такой-то период Будут происходить Такие работы Публикуем Аналогичную информацию В соцсетях Работаем Значит С активными Общественными Значит Жителями Гражданами Которые Имеют Так сказать Вот Возможность Проинформировать Там Остальное население И Во многом Это тоже помогает Не снимает Проблемы В целом В общем Но Помогает Действительно Значит Получается Так Взаимодействие Хотя Есть и Принципиальные Какие-то У нас Граждане Не знаю Которые Значит У них Позиция Такая Вот я Заплатил Налоги Делайте Чего Хотите Я Свою машину Не собираюсь Никуда там Убирать Все Как хотите Хоть с веничком Хоть что И все Ну Что поделать Весны Весной Сник Собрастает Под их машину Так Если бы Они С места Не трогали А то Ездят Все Вот он Приехал И Ну Живет Так Ему нравится И считает Что это Вот нормально Ну По-моему Это не совсем Нормально Все-таки Ну я так понимаю Что вот Из-за таких В том числе И решили Увеличить В том числе Количество Человек Которые Будут Убирать Снег Это же Я же и говорю Это же все Ручной труд По сути Да И Должны же Быть люди Чьи-то руки Должны это делать Ну и в итоге По сути Это Ведет к тому Что увеличивается Нагрузка На тех же Граждан На тех же Налогоплательщиков Потому что Ну а куда Деваться Приходится Значит больше Средств Тратить На плату Работ Ручных Ну и еще Один вопрос Который Наверное Беспокоит Многих Жителей Куда снег Будет вывозиться Потому что Да Очень часто Наблюдаются Горы Ну конечно Больше Во дворах Но тем не менее Иногда встречаются На дорогах Вот как С этой проблемой Будете бороться В этом году Куда Снег Будете вывозить Ну бороться Будем примерно Так же Как и до этого Боролись У нас Четыре пункта Время на накопление Снега Самый крупный Из них Как мы знаем Это Воденцово Вот на западной улице Или зеленый Западный По разному Называется Значит Кроме того У нас еще есть В Ершово Такое место В Кубинке В Успенском Это значит Ну не задействован В настоящее время Бывшие Карты Или как они называются Поля Ну карты Значит Очистных сооружений Ну там Снег складируется И значит Понятное дело Там с наступлением весны Потихонечку тает Но учитывая Что там Решены вопросы С очисткой Воды Отведением То проблем Никакими не создаются Мы здесь выстроили технику Которые будут работать На Одинцово На Одинцово На всем микрорайонам Машка вода Да И гусарская баллада И трехгорка И лесной городок И вниз Соответственно Первый снег Синоптики обещают Уже во вторник Коммунальщиков Он не застанет Врасплох В парке МБУ Одинцовское Помощник Который оснащен Лопатой Ручным инструментом Такая бригада Работает Смену По 7-8 часов За это время Успевает Очистить От снега Участок Площадью Около 400 квадратных метров Там Где не пройдет Техника Справится Человек Штат МБУ В этом году Увеличили У нас было На текущий период 240 человек Сейчас МБУ Одинцовского Городское хозяйство Укомплектовано В количестве 340 человек Одинцовские Коммунальщики Провели Работу Над ошибками В прошлом году Проблем С уборкой Снега Не было Сложности Возникали При его Вывозе Куча подъехать Из-за паркованности Невозможно То есть По сути Как решаем В этом году Эвакуацию Увеличим Количество Эвакуаторы Будут работать Мы Газон Закупаем Маленький Чтобы он Могут Маневрировать Поэтому В этом сезоне Основные работы Во дворах Будут проводить В дневное время Когда машин Меньше Если не будет Хватать техники Возьмут в аренду Что касается Техники Которой возможно Не хватает То по этим позициям Мы берем Технику в аренду На весь зимний период У строительных компаний Которым она не нужна Потому что Многие работы Невозможно Сделать зимой Это в основном Самосвалы Которые будут Вывозить Снег Из наших Дворовых Территорий На наши Четыре площадки Которые предназначены Для складирования Снега Снег Будут свозить На снегоприемочные базы Их в округе Четыре Одна расположена На зеленой улице Воденцова Она соответствует Всем требованиям И готова принять До 150 тысяч Кубометров Снега Это асфальтовое покрытие Это сделанная Ливневка Это нефтеловушка Очистные сооружения Которые стоят За забором Уже закуплены И реагенты На складе МБУ Порядка Тысячи тонн Пескосоляной Смеси Подготовку Коммунальных Служб К зимнему Сезону Держат на контроле Одинцовские Единороссы На уборку Снега Смогут выйти Чуть меньше Полутора тысяч Человек И 268 Единиц Техники А какие реагенты Будут использоваться В этом зимнем сезоне Ну Значит Ну во-первых Будет использоваться То что всегда Использовалась Это техническая Соль Также будет Использоваться И пескосоляная Смесь То есть Та же соль Только смешанная С песком Значит И снова У нас действительно Планируется К применению Это реагенты В Звенигороде И Водинцова Скорее всего Это будет Либо Бионорд Либо ХКМ Либо их Какая-то комбинация Значит Ну Понятно Что реагент Он Чем он Так сказать Хорош В отличие от соли Скажем Ну он более Биологически безопасен Раз Второе Он более эффективно Работает Чем соль При низких температурах Там ниже 10 градусов Скажем уже Соль малоэффективна А при минус 20 Например Соль вообще не рекомендую Рекомендуется Нормативная документация Применяться Ввиду того Что она уже Перестает вступать В реакцию И уже необходимо Обрабатывать Фрикционным материалом Ну песком Да Будем так говорить Либо реагентом Реагент Да Значит Декларируется Что он работает До минус 30 35 градусов Ну будем надеяться Что до этого не дойдет Ну проверим Все равно Понятно Что зимой Все равно Хоть может быть На какой-то короткий Период времени Но такая температура У нас случается Хоть у нас не северный полюс Но до 30 доходит Проверим эффективность Но единственный Его минус Самый большой минус Что он конечно Существенно дороже В 4-5 раз Дороже чем соль Но я так понимаю Что современная техника Позволяет Достаточно экономно Дозировать Этот самый реагент Ну Не настолько экономно Как хотелось бы На самом деле Да Современные Значит Средства Распределения Они в общем-то От 5 грамм на метр Позволяют Дозировать Количество Противоводного материала Ну от 5 И там Будем так говорить До бесконечно До 200 грамм Ну 200 грамм на метр Конечно никто не сыпет Понятно Значит Ну у нас разные есть Контрактом предусмотрена Разная дозировка Будем так говорить На самом деле Это Больше проблема Подрядчик Чем заказчик Причем Потому что Если у меня стоит Предположим Там 40 грамм на метр Или там 50 грамм на метр Ну все зависит От температуры Да Кружающая среда Чем она ниже Тем Больше Больше надо сыпать Да Значит То подрядчик Если у него техника Будем так говорить Старая Не приспособлена Еще к такому Виду То он будет сыпать Там условно 100 грамм на метр А платить-то ему Все равно будут За 50 грамм на метр Поэтому Он заинтересован В том числе Он заинтересован Да В том чтобы Такая техника У него была Ну и такая техника Есть На самом деле В тех городах Где мы собираемся Применять ДРСО Есть такая техника И значит В Зенитровиде тоже Приобретена Приобретена такая техника Которая позволяет Дозировать То есть Значит Это На базе Либо самосвала Там вкладыш Так называемый В кузов вкладыш Либо это Просто оборудованная Комбинированная Дорожная машина Значит Автономный двигатель Там присутствует Пульт В кабине То есть Дистанционно Все На кнопочки нажал Дозировку поставил Поехал Очень удобно В отличие от Обычной Комбинированной Дорожной машины Когда там надо С гаечным ключом Поднастроить Что-то стукнуть И так далее Ну то есть Понятно Что техника Не стоит на месте Ну это примерно Как Если аналогия Прости как телевизор То есть Одно дело Телевизор современный Спутин Другое дело Как КВН Раньше Ну КВН Это уж слишком Когда воду заливает В качестве линзы Чтобы использовать Ну вот скажем так Вот Которую Ручную переключали Если вы помните Не знаю Я уже Хоть я чувствую себя молодым Но чувствую Что уже Не все помнят Такие телевизоры Да Но тем не менее Были Надо подойти Щелкнуть там Другую программу И все Или пульт Ну вот примерно То же самое Спасибо большое Сергей Вячеславович Что пришли к нам Сегодня в студию Ждем зимы Ждем первого Настоящего снега А не как на этой неделе Был И спасибо всем Кто провел свое Свободное время Вместе с нами До новых встреч На ОТВ До новых встреч Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok